Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем праздник славянских культур Ивана Купала. В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году он проходит онлайн. В этом мастер-классе я вам покажу, как приготовить одно из самых популярных славянских блюд. Это борщ. Но сейчас идет пост, и борщ мы приготовим необычный. Постный и холодный. Итак, мы сегодня приготовим холодный борщ. Он немного отличается от того борща классического, любимого нашего, к которому мы привыкли. Но сейчас лето, жара, и хочется действительно чего-то прохладного и холодненького. Для того, чтобы приготовить холодный борщ, нам понадобится, ну, конечно же, в первую очередь, это наши уже привычные овощи, картошка, морковь, много зелени, свежие огурцы и яйца. Но, кроме этого, мы же привыкли, что борщ это все-таки блюдо красное, насыщенное. И для того, чтобы придать вот этот свекольный цвет борщу, мы делаем заранее вот такой вот свекольный отвар. Свекла натертая, заливается кипятком, немножко лимонной кислоты для того, чтобы отвар не потерял цвет. Доводится до комнатной температуры, можно и чуть ниже, и потом уже добавляется в наши продукты. Итак, мы сейчас должны с вами порезать наши ингредиенты кубиками. Для этого мы сначала берем зеленые ингредиенты, огурцы и зелень. Режем кубиками, достаточно мелко, чтобы наши овощи отдали нам весь сок. Вот такая вот нарезка у нас получается. Вообще на Украине, конечно, очень любят готовить и готовят все с любовью для своих детей, для внуков. Обязательно рассказывают что-то хорошее. Я очень любила ездить на Украину к своей бабушке, прабабушке. Нами маленькими занималась именно прабабушка. Она во время готовки рассказывала очень много разных историй, связанных и с тем, как она была молодая, как она училась готовить. Нам было интересно все это слушать, запоминать за ней не только интересные рецепты, но и случаи из жизни. Вот такой вот рецепт и передался и мне, в том числе, от моей прабабушки. Как в жаркий летний день можно угоститься очень вкусным, холодным блюдом. Так, огурчики наши почти готовы уже. Жалко, камера не передает запахов. Пахнет именно летом. Очень-очень вкусно. Огурцы уже домашние. У всех уже, наверное, в огородах можно собрать для этого блюда. Перекладываем нашу нарезочку в кастрюльку. Далее берем зелень. Зелень нам нужно очень мелко порезать. Зелень можно ложить абсолютно любую. На вкус и цвет образца нет. Каждый выбирает по своему вкусу. Можно положить не только укроп и лук. Можно положить и кинзу популярную. Достаточно в нашем регионе. Или петрушку тоже будет уместно. Закладываем травы. И переходим к луку. Лук мы режем не весь. Только зеленые перышки нам понадобятся. Мы их измельчаем. Мелко-мелко. И так же добавляем к остальным ингредиентам. Далее нам нужно нарубить мелко яйца. Яйца домашние. Желток желтый, яркий, красивый. Достаточно мелко нужно порубить яйца. Таким вот образом. Но не забываем об эстетичности продукта. Чтобы это все смотрелось не только вкусно было, но и красиво. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И нарубленные яйца мы также перекладываем к остальным ингредиентам. Аккуратно. Далее у нас идут заранее подготовленные отварная морковь и отварной картофель. Морковке нужно немножко. Мелкими-мелкими кубиками, такими же, как и остальные ингредиенты, мы рубим морковь. И опять добавляем нашу кастрюльку. Ну и последний, но не последний по значимости у нас идет картофель. Картофель, наверное, один из последних пришел и полюбился в нашей стране из самых распространенных теперь овощей. Долго его не хотели принимать. И в украинском классическом борще не всегда присутствовал картофель. Но, тем не менее, без картошки мы, наверное, сейчас не представляем уже ни одно наше блюдо. Оно дает и сытности, и энергии заряд на целый день. Поэтому мы не обошли ее стороной. И в нашем холодном борще. Картошка уже обычно на Украине в это время первая как раз-таки начинает копаться. Первый отварной картофель, молодой. Здесь у меня тоже молодая картошка. Легко, быстро режется и не добавит вам в талии никаких сантиметров. Еще очень-очень молодая. Итак, добавляем к остальным нашим ингредиентам. И на заключительном этапе приготовления мы добавляем наш свекольный отвар. Перемешиваем. И нашему холодному борщу нужно дать немного настояться. Теперь наш борщ готов. Мы его раскладываем в порционные тарелочки. Цветовая палитра очень насыщенная. Борщ получился очень красивый, яркий. Нисколько не уступает классическому борщу. Ну и какой же борщ без сметаны. Приятного аппетита!